Значит, ты говоришь, есть, и идёшь, что делать? Обзванивать? Обзванивать. Всё, больше тебе ничего не надо делать. Тебе из этого списка 530 человек, не надо всех. Ты говоришь, друзья тебе говорят, что они не хотят. Друзьям сколько лет? Ну, разный возраст. Ну, например. 25. 25. 25-35. Так, отлично. То есть, самостоятельные такие ребята, да? Да? Деньги зарабатывать с родителями живут, да? Ну, они живут с родителями. Конечно. То есть, они едят за счёт родителей, счета они платят, и всё, что они зарабатывают, они тратят только на себя. Правильно? Да. Правильно. Так ты кого подписываешь-то? Еждивенцы? Ну, если есть такие. Подожди, ну, это еждивенцы. Да. Ну, нафига они тебе нужны? Ты понимаешь, что это люди, привыкшие жить за счёт других? Ну, нам сказали, всем звонить. Нет, звонить можно всем. Вопросов нет. Тебе это кто нужен в первом времени? Вот когда это взрослый человек уже, живущий самостоятельно, когда он с жизнью-то столкнулся, когда он деток уже родил, когда он понимает, что когда ребёнок болеет, ты до аптеки дошёл из 25 тысяч рублей, чего? Три-четыре тысячи отдал, а это особо сильно что? Не помогло? Когда в детский садик сдай, когда игрушек купи, когда одежду ребёнку купи, на себя уже не хватает, а жить хочется, потому что ты же ещё не старый, ты же ещё как бы нормальный. Да? И вот в этот момент у человека жетончик что? Оп, и падает. У него задница гореть начинает. Понимаешь, у него что-то происходит в анализе, потому что когда человеку 18-20 лет, пойми, далеко не все эти люди понимают, что молодость не вечна, что надо делать что-то сейчас. А в основной своей массе они все в твёрдой уверенности думают, что так всё и будет, что всё так классно. Девушки думают в 18, что они обязательно найдут себе самого классного мужа, обязательно принц на белом коне вот именно к ней, блин, прискачет. С какого хера? Вы что думаете, их стойбище, этих принцев где-то, что ли? Вот они стоят там, знаете, и у них такой старший по принцам, как конец взял к Машке, такой, есть у нас всё, по разнарядке. Так вы так думаете? Нет. Нет. Но это понимание приходит к девушке, когда? Когда ей лет 30-35. А до этого времени она не такая, она ждёт трамвая. Такая-такая. Всё нормально. Понимаете, всё очень просто. Если вам 25 лет, и вы не замужем, вы, в принципе, на пороге финиша первой очереди. То есть вам ещё год, и вы во второй сорт переходите. Когда у мужика есть возможность жениться, он на ком жениться будет? На той, кому-то 25 лет? Или на умной и прекрасной, которой 35? Подожди, он нормальный, он понимает, что лучше молодую взять. Как минимум потому, что ты минно не составишься. И для мужика это аргумент. Причём гораздо больше, умеешь ты из мяса готовить борщ или нет. Правильно? Всё. Так ты это должна понимать, кто твоя целевая аудитория. Посмотри вот здесь. Встаньте все те, кому до 25 лет и 25 лет. Вставайте. Молодцы. Встали? Теперь встаньте все те, кому от 25 до 45 лет. А вы садитесь. Теперь встаньте все те, от кому от 40 лет. Вы садитесь. Встаньте все те, кому от 45 лет и выше. Вставайте. Вставайте. Всё. А знаешь, почему они все подписали контракт? Вот если я сейчас угадаю в той или иной форме, вы, пожалуйста, вот сейчас садитесь. Да? А если я угадаю в той или иной форме, вот последняя группа, вот то вы встанете. Хорошо? Можно вас попросить? В той или иной форме. Это не значит, что прям вот точно я угадал. А в той или иной форме. Я думаю, мне кажется, что они подписали контракт, потому что в их жизни вдруг пришло некое понимание озарения, что уже как бы не молод, что как-то всю жизнь хотел что-то сделать, а оно как-то не сделалось. И уже врать себе как-то уже смысла нет, потому что тебе вроде бы как не 18, и ты понимаешь, что через 10 лет-то тебе будет 55, через 10 будет 60, что времечко осталось немного. Деткам надо уже как-то помогать. И уже обманывать себя как-то хватит, потому что тупо просто хочется нормально жить, и, мать твою, нормально зарабатывать, и перестать врать самому себе. Вот. У них выбора нет другого. Поэтому они сидят меня и слушают, несмотря на то, что я жестко говорю, говорю правду в лобах, но это правда. Вот целевая аудитория. У них есть мотивация. А как они до этого дошли, я тебе скажу. Однажды им было 25 лет, и они думали, что их жизнь вся впереди. И они моргнули два раза, и вдруг оказалось, что им уже не 25, а 45. А то и больше. И ты сидишь и думаешь, твою дивизию, как же так получилось-то? Время-то пролетело! У тебя задница дыбом будет стоять лет до 35, и потом с ней будут проблемы, если у тебя денег не будет. Ты должна это понять. Все! Спасибо! Пожалуйста, обращайтесь!